Ура! 21 альфа увидела свет с кучей изменений, обновлений и нововведений. Перелопатили как геймплей, так и оптимизацию, что всегда приятно. Ну а мы продолжаем выживать в мире пустошей. Поговорим и о новой альфе, однако геймплей конечно же будет по старым кадрам. Я считаю это слишком эпичное выживание, чтобы его просто так взять и забросить из-за какого-то выхода обновления. Тем более тут я играю на самой необычной и интересной ветке развития, ловкость. Это конечно же не было моим изначальным планом, но благодаря ловкости я в упор игнорировал огнестрел, особенно когда играл без Максима. К тому же это финальная часть, в которой мы достигли абсолютно всего, чего только можно было достичь в данной игре. Мои слова идеально отражают ситуацию. Так вот смотри в этом ящике, тут рецепты короче, все изучай, что тебе не нужно я потом доизучу. Может быть мы добьем все-таки шахтера на максимум тебе. Ну а продолжаем мы с самой эпичной орды 70 дня. Двойной орде вместе с Максимом Крюга ТВ. С вас лайк, подписка и погнали. Начался наш юбилейный день с раннего утра и моих рассказов о том, как похорошела наша база. Скопилось очень много тыкв, в готовке мы ее почти не используем, так что скрафтил из нее хэллоуинские фонарики. Склады ломит от ресурсов, я немного прокачал силу, которую качал Макс, и единственный ресурс который постепенно заканчивается, это деньги. Сейчас Макс изучит все рецепты собранные мной для него и пойдет разбирать машины пополняя казну. По книгам у Макса не хватает всего одного тома шахтера и одного тома отбивающего на поле. Все тома шахтера и пища в связке с Бором. Я тоже накопался. Красиво! Красиво! Ну ты чудовище, конечно. Ой, там это, Крикунья. А мы жилу с ублём накопаем. Какая? Убил. На верху? Да, да, да. Я даже не слышал. А они приходят, слушать я не желаю. Они, слушай, я копался тут, помню, долго. Три или четыре штуки Крикуньи скопились. Да, было дело. Не стал вставлять этот момент в прошлое видео. Ну, что говорить то. Чувствую себя слишком сильным, чтобы давать честь и время слабеньким волнам зомби. Хотя многие вещи до сих пор не топовые ношу. Тот же Бор достал совсем недавно и пока слабого уровня. Ну а на 70-й день купил патронтаж. Один достал ранее, а это второй. Только сейчас заполучили эту модификацию оба с Максимом. О, новые машины. Два спота. Найс. Нет, пустошь, конечно, в этом плане. Имба. Да. Ни в одном другом биоме нет. Машин на халяву. Да. Учитывая, что они никак не респавнятся, это забей. А с быстрым транспортом, ну, вообще еще и по кайфу. Проверил, работает ли книга на магнум для пустынного орла. Работает. В описании сказано уменьшает стоимость, когда держите магнум в руках. Но Desert Eagle тоже магнум в своем роде. Чуть эволюционировавший. Подготавливаться к орде нам особо не нужно. Я уже все подготовил заранее. Вкачал электрика и усилила оборону парой автоматических турелей. Да и сам стою красивый в фулл сете армейской брони. Скинул Максу 1500 стали на улучшение блоков. Ради опыта естественно. Он отстает от меня на 20 уровней. Ну и помимо опыта, хочу подарить ему баф от прокачки харизматичной натуры. Не хватает всего 1 очка, чтоб вкачать её на максимум. За продажу тоже не так уж много. Ну то есть, я вот сходил мега много, когда мы набрали. Я 100 тысяч опыта получил. Ну да. Но 100 тысяч это неплохо. Это неплохо, но вспомни орду. Ты просто пару гранат кинул, у тебя уже полтос опыта. Какого еще осталось? Блин, там дохера еще. Серьезно? Ты прям все в бетон, офигеть. Я думал он закончится уже скоро. Там еще 2000. Такие вот это я бетона конечно наколопал. Ооо, слушай. Иди в пизду, я не буду. Я не буду, я не умру в туалете. Просто все в бетон, все, все в бетон. Улучшая, Макс еле набрал циферку в 100 тысяч опыта. Не поймите неправильно, это дофига. Однако заняло это минут 5 улучшений в бетон. А как только пошла орда, уже в первую минуту с пары гранат, мы выбили 50 тысяч опыта. И ведь этот опыт еще и делится между нами двумя. А опыт улучшения идет весь, целиком одному игроку. Изи опыт, изи сумки. Зомби разлетаются во все стороны. В начале не так много сильных зомби. Первый час играем на расслабоне. Макс кидает бомбочки, я пытаюсь по ним попадать из взрывных стрел. Макс подрывник, я лучник. Комбинируем наш прокачанный урон. Из-за бага лишились сразу двух из четырех электроловушек. В целом неважно, ни один зомби и близко подойти не может к нам. Нашу оборону способен пошатнуть только демолишер или же плевки сотни зеленых копов. Воу. Нормально там вообще? Вообще все красиво. О, смотри сколько сумок уже валяется, скопились. Еще минус голова. Все? В смысле? Все. Ай, блядь. Вот. Столбанное говно. А во, по кому-то стреляет турель тогда. А где-то застряли что ли? Во, бегут, бегут. После передышки новые волны как раз включали в себя множество копов. Постепенно становилось жарковато, и хпшка у Максима понемногу тает. Я до последнего был уверен, что у Максима банально заплевали копы, только с третьего просмотра записи я понял, что произошло на самом деле. Сюр. Невообразимо невозможное. Он кидал гранату, и плевок мента зацепил эту гранату в полете. Максим умер от собственной гранаты. Именно поэтому так много урона. Взрыв прямо возле лица, под всеми бафалками и прокачанным подрывником. Даже фулл сет брони не помог. Не знаю насколько забавная, но уж стопудово это уникальная ситуация. О, вот сейчас попал по мне. Ой, 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 ой. Там пять ментов сразу. Воу, слушай. Просто минус 100 хп. Вот так вот они... Вот, вот я про это и говорил. И они вчетвером плюнули в один момент. Вот мне тут по всему примерно так... Ой, менты позорные. Ну сумок просто забей. Смерть, конечно же, не повод прекратить убивать зомби. После волны ментов вновь наступила передышка и новая волна из усиленных зомби. Дровосеки, военные и все в радиоактивной вариации. Это вот была какая-то, знаешь, волна ментов. Сейчас следующая волна. Походу демолищеров, я надеюсь. Слушай, ну это уже душка какая-то. Сколько можно-то? У меня уже... Я устал уже от них отбиваться. Понятно, что мы их отбиваем, но это просто невозможно. Ну, не Максиму это говорить после того, как он слился. Но да, согласен. Зомби не могут преодолеть даже первый слой электроловушек. Да, хоть провод улетел в небеса, ловушка все же продолжает работать. И на проводе, который улетел, и на месте, где провод должен был быть. Не знаю, сколько я левелов уже накачал, но... А, 10 доступных очков. Ха, 10! Стоит понимать, что у нас стоял двухчасовой день на эту орду. Тем не менее, справились по второму ночи. Хоть и извели большую часть всего нашего боезапаса. По старой тактике скинул все предметы из инвентаря. Заюзал все бафы на лут и даже прокачал в один лутателя. Вот со всем этим я сейчас залутал 20 патронов с сумки желтой. 20. То есть, очень даже не дурно. Вот 25 синий. Самое крутое из полученного, это, конечно же, бор 6 уровня. Все, руда и раньше добывалась легко, а теперь и тем более. Разве что добывать ее буду только я. Ведь Максим умер и поэтому покидает наше выживание. Такие вот суровые правила. Также выбил прибор ночного виденья. Не понимал, зачем он вообще нужен, пока не осознал, что одевается он не в слот шапки, а в слот очков. Да, терять 10% опыта не охота. Однако нереально удобный мод под мою прокачку. Еще одна галочка в становлении самого сильного бойца пустошей. Еще осталось. Но у меня сила как бы вся выкачана, вообще вся, кроме ненужных перков. Так у меня ловкость тоже на фул и уже достаточно давно. Ну, только у меня еще и восприятие при этом с нужными перками. У меня ловкость, вот абсолютно все, вот все-все в ветке ловкости, все вкачано и интеллект уже на восьмерку вкачат. И в интеллекте я уже все взял, что мне нужно, я вот дерзкий авантюрист. Я ничего больше не хочу качать, мне больше ничего не нужно. А так, что-то еще взять, не знаю, роботов взять. У нас дроны, кстати, до сих пор нету. Это единственное, что... чего нету. А так, тупо все есть. Вообще все. Вообще все. Было уже чисто в погоне за циферками, останется. Ну, короче, хз, что в этой игре делать 100 дней? Я не знаю, разворить невозможно 100 дней. Что? Это мы еще с укороченным днем. Да-да-да, прикинь, если бы мы полный день ставили... С полным днем мы бы прошли за 15 дней. Всю, как бы, ну вот. О, сумка еще одна осталась. А! Ты что, не долутал? Что? Чем меня... Блин, здесь вообще провода. Я не понимаю, как они идут. А, да, они очень странно подключены. Ты идешь, провода нет, а тебя пиздачат потоком. Да, и более того, провод, он в другую сторону, идет куда-то в небеса вообще, я не знаю, к нулевым координатам мира, походу. И этот провод тоже дамажит током. То есть и невидимый, и видимый провод оба дамажат током. Я не знаю. Надо вырубить это говно. У нас на Вазе опаснее, блядь, чем... Чем вне ее. Ну, в целом, я не знаю, что тебе сказать. Раздевайся. Что ты хочешь сделать? Ну все, ты умер, раздевайся, давай мне свои вещи. И мото... И мотоцикл. Вещи и мотоцикл. Да. Прощай. Волшебник в голубом вертолете улетает. А ты броню мне отдай свою. Ты не все мне отдал. Все, все, все. Все это время это был сон собаки. Ебутся. Я не умер. Я ноги переломал, но не умер. Да я даже умереть не могу, короче, я не знаю, специально. Когда не специально, пожалуйста. На, забирай, короче, свою хуйню. Погоди, повернись боком. Красавчик какой. У тебя стрела торчит. Из затылка и из глаза выходит. Ой, красиво. Ну, короче, это так сказать, красоте. Вот смузи из юги. Давай, чертись у меня. На. Все, зашибись. Хорошо. И в колено тебе еще стрелу. И во вторую. Блин, у меня нет ног, я не вижу их. Значит, у меня их нет. Это так тупо. Это так тупо. Особенно то, что он сидит настолько вот неестественно. Знаешь, как будто холодно. Ну да. Разделся, конечно, холодно. Врум, 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 врум. Теперь застряли. На этой орде неслабо продвинули счетчик убийств. Убили больше тысячи зомби за ночь. Ну и в плане прогресса, всегда сложнее всего раздобыть броню. Немного несправедливо, что лучший сет, это сет тяжелой брони. Броня спецвойск. Хотя и у легкой брони есть свой прикол. Если ее полностью прокачать и вставить все модификации, она вместо замедления начнет бафать вас по скорости и скорости восстановления выносливости. Как и с шумом. Ну а также есть камуфляжная броня для еще большей незаметности. Собственно сейчас выпровожу Макса и пойду закрывать недостающие дыры в своем прогрессе. Хочу пройти игру на 100%. Не помню когда это говорил, но точно говорил. В который раз, лутая всю игру пустые аирдропы, первый хоть чем-то наполненный получаю после смерти напарника. Комплект стальной брони. Весь геймплей сейчас у меня будет состоять из постоянных путешествий между торговцев. Продажи им движков и скупки неизученных книг и прочей мелочевки. Например армейская броня первого уровня. Скупая под разбор ради частей армейской брони. Буду перекрафчивать бронь рандомя более хорошие статы бронезащиты. Нашел и дрон в продаже. Мигом отправился домой, чтобы создать модификации для него. В первую очередь это расширение инвентаря и баф на восстановление выносливости. Больше слотов недоступно, но из полезного есть еще и модификация на лечение. Дрон будет использовать бинты и лечить тебя автоматически. Не очень полезно когда ты и сам можешь использовать бинт на себя, но почему бы и нет. Все же главная фишка дрона в багажнике. Мобильный подручный рюкзачок. Даже с 25% лутом инвентарь быстро забивается на квестах. А в поздних этапах ты хочешь постоянно таскать с собой немало хлама. Кучу патронов про запас, все инструменты, пару бафалок и все виды хилок от всех болезней и травм. Не думал что это возможно, но обнаружил нового неубиваемого зомби. Зеленый байкер. У него в шлеме 50% брони, а хп как у толстяка в рубашке. Чтоб обойти броню, достаточно стрелять из арбалета стальными стрелами. Но если прокачать пробитие брони в восприятии, которое я сейчас начну прокачивать, плюс найти все книги повышающие бронепробитие, то пробивать начнете и обычными железными болтами. Хотя не знаю к чему это экономия в самой экономной ветке для зачистки зданий. Ну и главное, ваншотить вы все равно не будете. Тут уже вам смогут помочь только таблетки из торгового автомата, повышающие урон из инвиза на 50%. Одного из близких торговцев прокачал уже до четвертого тира. Я давненько вкачал на максимум авантюриста и теперь могу забирать сразу две награды. Каково было мое удивление, когда я узнал, что это работает и с наградами за переход на следующий тир. Забрал 7500 дюков и комплект модификаций, естественно бесполезных. Единственный мод, который мне еще нужен, это радблок. В этот же день завершил четвертый тир у торговца, который находился рядом с кабанем дома. На 77 день отбил орду. Отбивал самым дешевым оружием, самодельные бомбы и под бафом пойло на опыт. Отбивал с укороченным днем, потому добивая остатки, наспавнул кучу ведьм. Это нормальная ситуация. В сумках только патроны, в аэрдропе, комплект модификаций для ближнего боя. Мега кайф. Ну и на квест. Конечно же квест пятого тира. В самом начале разбудил спрятавшегося жернюка. Продолжая гнуть свою линию, тупо не используя огнестрел. Это один из самых сильных мобов игры. С одного удара он снес больше 1000 хп у блока. Только представьте, что происходит с вашей обороной, когда на вас прут подобные зомби. Потому-то и важно, чтоб они не добегали. Ну и на базе действует защита, которая в 4 раза уменьшает урон по вашим постройкам. В этом месте, как написали в комментариях, под палетом есть секретный проход с огромным ящиком. Я на тот момент не знал этого и кадр, что вы видите, кадры из будущего. Еще один проход в эту комнату находится под водой. На квесте стало спавниться очень много зеленоглазых ментов. Убить их из арбалета просто невозможно. Не шотаются и все тут. Ну а еще, очень сильно ощутил пользу качаного паркура. Без него в приседе ты даже на высоту одного блока забраться не мог. А тут залетаешь на потолок, не выходя из инвиза. Также я учел и все старые озвученные ошибки. Стараюсь не подходить. Стреляю по ближним целям. Часто стреляю из лука, когда урона хватает. Проходилось все очень легко и относительно быстро. Химлаборатории разрушал топором. Если лутать, там падает порох, уголь, селитра или травы. Бесполезный лут. А если разрушать, есть микро шанс на выпадение кислоты. Да, книгу, которая открывает поиск кислоты я нашел и прочел. Перед тем как лутать финалку, заюзал пилюли на удачу и надел очки. Все залутал, однако квест не выполнил. Пропустил пару мобов по пути. Вот именно тут я конкретно прифигел с того, как дамажат блоки плевки зеленых копов. Сталь почти уничтожил с одного плевка. Кулаками разбивает с 3-4 ударов. Это не та сталь, которая самая прочная, но и урон по блокам не был увеличен. В награду с квеста взял сразу гранатомет и улучшенные бесшумные клепки. Ну и решил не брать еще один пятый тир. Долго. Взял квест четвертого тира и зачищу этот домик дважды. Первый раз сломал дверь гаража, чтобы пройти к финалке. Очень хорошо знакомый нам дом из пустынного прохождения. Чуть не отлетел на тот свет. Будьте аккуратны, плевки копов всегда взрывают машины. Залутал финалку, разобрал зеленые бочки, выбил кислоту. И только после этого стартуем квест и заходим с того же маршрута. Потому что так заходить проще. Чистим и позже заходим по нормальному пути, убивая всех со стелса. Копа даже с револьвера добить не успеваю. Взрывается и все тут. Ну и вот вам место, которое многие называли скриптовым. Вроде бы Гринни его называл скриптовым. Легко зашел, не разбудив некро. Продолжая гнуть свою линию, доказывая, что в игре нет скриптовых мест. Есть кривые руки и не до конца вкачанный стелс. Ну и вот почему Макс любит так сильно хейтить квесты пятого тира. На четвертый тир потратил полдня, зачистив дважды. На пятый тир ушло два дня. А в награде, в принципе, тоже лежат топовые предметы. Шестой магнум и пятая лопата. Для меня сейчас нужны именно наилучшие предметы. Хоть какого качества, я раздобыл уже все. Так что только из-за этого вновь беру пятый тир. День восемьдесят первый. Вновь квест пятого тира с уже знакомым вам домом. На нем мы отбивали одну из орд. Но в этом доме произошел такой... Который ни вы, ни я никогда не видели. Не в этот заход, но уже в следующий. В этот раз я полностью зачистил здание, лишь единожды разбудив зомби. Но и в тот момент из стелса не вышел. Хотя мне очень активно мешали прущиеся с улицы орды и медведи. Нашел и еще одно применение паркуру. Не выходя из инвиза, ставить под себя блоки, заползая на башенку. В награду с квеста взял боеприпасы для гранатомета. На восемьдесят третий день впервые использовал прибор ночного виденья. А также получил от книг дополнительные 50% урона из инвиза. Теперь хватает хотя бы на жирнюков. От прибора ночного виденья кайфанул нереально. Ну и стоит ли говорить, что вновь весь дом проползал на картах, убивая все и вся из инвиза. Орду смело можем пропускать. Из интересного, в мое подземье провалился зомби и немножечко его расширил. Теперь уж точно, надо будет закрывать тут все бетоном. День восемьдесят седьмой. Тут-то и началось веселье. Летел на квест и находясь в воздухе, включилась музыка торговца. Пролетел прямо над ним. Забавно, таким образом торговца я еще не находил. Ну и у него закрыл все тома из серии драка в баре. Почти все ветки книг у меня закрыты на шесть из семи. Не хватает одной книги, чтобы получить финальный бонус от прочтения. Тут я прилетел к квесту, на котором мы отбивали орду пятидесятого дня. Я знал, что за это время лут должен был обновиться. И потому в первую очередь направился к финалке. Залутал без проблем. А он даже открытый. Лол. Кто там заогрелся на меня? Что? После стартанул квест и тут же словил нехилый список ошибок. Ну что ж, погнали чистить. Чего? Чего? Чего, блядь? Я всегда, когда записываю соло, выключаю звук микрофона. А тут, я будто бы на тром чуял, что что-то произойдет. Графон сразу же выкрутил картошку. Потому что пролетая, я разбудил абсолютно все здание. Основная толпа застряла на лестнице в вечном беге. Кто-то провалился под землю. Ну и парочку, конечно же, добрались до меня. Паркур тут незаменим. Зомби прут со всех сторон, не знаешь откуда ждать подставы. И потому постоянно меняешь свое местоположение. А ведь это город. Тот самый город, в котором полно уличных зомби, собак и медведей. Надоело бегать и получать. Ночью зашился на крыше беседки и отстреливал остатки уже оттуда. Добил всех уже к полуночи. Было орно, опасно, но в целом быстро. Да, ночью пришла орда волков, на которую я отвлекся и совершенно забыл о квесте. Небольшой шажок и квест провален. Хотя там оставалось убить буквально 2-3 зомби, которые просто потеряли меня и вернулись на свои позиции. Обидно. До утра отбивался от зомби, которые меня не видели, но их видел я. С диким чутьем выживать в городах просто нереально. Утром отбил орду, добил застрявшего дровосека и решил залутать финалку. Шиш! Весь этот баг приключился как раз потому, что финалка не обновилась. Игра как бы намекнула мне, мол я немножко прифигел со своими читами и багаюзами. Да и пофиг, лута там все равно никогда нет, одни патроны до золота. На 90-й день ощутил сильную нехватку травы. Нужна она на крафт самодельных бомб. А я сейчас как раз качаю восприятие и самоделками отбиваю орды. Вы сами видите придуманный мной механизм добычи. Быстрее некуда. Высохшая кукуруза – лучший источник травы. Но кулаками бить такое поле слишком долго. На 91-й день вновь решил смотаться к больничке. В этот раз квест был не простым, а ночным. Ночных квестов 5-го тира к сожалению нет. Хотя в новой альфе усиленные квесты 5-го тира добавили. Долгожданный 6-й тир теперь в игре. Награда кстати хлам. Я надеялся может хоть книжечку какую дадут. Или еще какой-то лут которого у меня не хватает. Ну а еще в этот день орда. Конечно же легко отбита самодельными бомбочками. А на утро я решил попробовать пострелять из гранатомета по медведям. Первый раз не попал. Хотя я не понял как это возможно. А вот со второго уже попадание. Попадание и Х4 урона из инвиза. Да, самая незаметная бомбардировка. Сейчас кстати активно начал эксплуатировать дрон. Храню там все необходимое барахло и дополнительные патроны и хил. День 94-й. Пятый тир квестов завершен. В награду мог взять целых 500 стальных блоков. Нереальный жир. Но стали хватает. Так что ради эксперимента выбрал модификации и комплект стальной брони. В модах естественно хлам. А броню пока не буду открывать. Чтоб не захламлять инвентарь. В очередной раз зачистил квест пятого тира. В этот раз задом наперед. И только сейчас обнаружил секретное место с лутом. Да, о котором я говорил много раз и в этом и в прошлых видео. И вот мы подобрались к финалу. Последняя орда 98 дня. На которую я решил возродить Максима. Да, без него скучно, да и не так сложно. Ради него и брал комплект стальной брони. Чтоб он не чувствовал себя слишком уж ущербно на моем фоне. У нас все должно получиться. Все, заходи. Я готов, я вижу. Со сломанной ногой. Ой. Ера. А, ну потому что ты же умер был. Когда мы... А ты там улетел вообще куда-то? Я припоминаю. Перед своей смертью. Слав, дай шину. У меня две таблетки в травяны. Возьми вот тут вот. Точно есть. Со сломанной ногой. Я когда подменял файлы. Ты прикинь, мы сюда вернулись спустя полгода. Вот прям ровненько. Ну, по крайней мере, ты вернулся. Вот оно катится. Через большую боль и немного читерства смогли запустить старую версию игры. В процессе обнаружил способ дюпа вещей. Притом, очень простой. Файл персонажа и файл сохранения лежат отдельно. Скинул вещи в сундук, заменил сейв своего перса на заранее скопированный сейв перса. Итого, вещи и в сундуке, и в кармане. Я так дюпал еще в первом Диабло. Скажи, что выпадет, кстати. Это стальная броня. Пятые стальные поножи. А все остальное шестое. А, то есть пятые стальные поножи, а все остальное шестое? Да. Офигеть, вот это имба. 12-15 защиты, 15. Комплект оказался вкусным. Даже у меня не настолько хорошая бронь. Макс получил 70% армора. Модами можно получить еще десяточку. Ну а по оружию, ему я отдал свой дробовик, плюс из хламового сундука он забрал винтовку и пулемет. Думаю, боезапаса нам хватит. Весь транспорт, в том числе и дрон, безвозвратно утеряны. Так и не успели покататься на внедорожнике. А пока ждем орды, решили немного поразвлекаться и навтыкать кучу костров. Во, можешь в принципе заправлять, я ставлю костры. Страшно, Слава, очень страшно. Все, заправляй костры. Капец у нас просто тут это развлечение инквизиторов. Блин, мне надо как-то... О, ведьма уже пришла, видал? Я вижу, вижу, да. О, у меня перегруз. Да, выкинь костры просто. Да, я, блин, у меня нет костров. Да, блин. Офигеть, кстати, он меня размял. Слушай, уже хорош походу, пошли на оборону. Уже все? Уже все. На мало двойной орды, на максимальных настройках количества зомби и урона по блоку от зомби. Помимо этого, решили наспавнить еще и кучу ведьм. К сожалению, как только начнется кровавая ночь, спавн ведьм отключится. Заодно проверил и баг с топливом для костров. Исправили. Проверил также опыт от лечения. Тоже не работает так, как я думал. Опыт дают только, когда лечишь напарника. Единоразово. И совсем немного. Всего 200 единиц. А, ты не просто раз... Максим, ты, пожалуйста, не стреляй по диагонали. Ты расхерачил все столбы. Я из нее решето сейчас сделаю с гвоздомета. Пау, беги. Воу! Страшно же, ты че... А мне смешно. Ведьмы дали небольшой буст нам в начале отбития. Хотя, они со своими волнами, конечно же, не чето основной волне от кровавой ночи. Огнестрелом не вывозим. Почти сразу перешел на взрывные стрелы. Не вовремя территорию. О, посмотри, какая там толпа. Божечки, что ли? Ну я тут попал, а еще обнагрел. Ой, взорвался. Погоди, дай в копец. Я хочу прохейтницу дать. Она пугасная, не надо. Она разрушит там всю оборону. Пожалуйста, давай в конце. Ладно. В этот раз все пошло не по плану с самого начала. Все-таки огнестрел на орде не нужен. Цепляли огнестрелом ментов, и те взрывались на дорожке. Разрушили нам столбы в самом начале. Теперь мы не сможем накапливать зомби и убивать взрывами. Взрывать придется чаще, если не хотим проиграть. То есть это не мы? Это не мы, это менты взрывались. Мы только начали, а уже все плохо. Если что будем бегать, ездить, я хз. А я даже не знаю, у меня транспорт. Там есть транспорт. Лежит в ящике. Со временем, конечно же, начались лаги. Выкрутил графику в картошку. Потому раньше старался и не ставить на максимуме количество зомби. Сейчас поставил, потому что вы просили. Да и самому хочется уже всеми возможными способами усложнить себе игру. А мент хочет взорваться. Тут сзади, сзади. У нас опять, да. Надо маленький бета пролетить атмосферу. О, давай, давай. А я постреляю. Я понял, что то, что пулемет косой, в принципе, не такая уж и большая проблема. Да. И то, что у нас там 70 контактных гранат, ну как бы не вот уж прям вау. Учитывая, что кидать их надо по КД, иначе сразу паскать. Да, 70 это мало. Это мало. А ты обычные брал? Мелкие. Но у меня мало их. Ну раскидывай их сейчас. Потому что потом же еще жестче будет, чем сейчас. Капец. Давай, а оставайся ультимативные на потом. Окей. Турели нам разрушили. Обидно. Из-за турели и за пропавшие из них патроны. Урок на будущее. Стоять рядом с ними нельзя. Плевки копов, попадая на землю, как раз дамажат блоки и постройки. А в новой Альфе эта лужа начала еще и бить радиацией игрока. Так что лучше вообще не давать копам возможности плевать по вам. Палдень, работаю. Да, 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 я просто строгаю. То есть если не кидать гранаты, они моментально уже здесь просто. Ой, у меня ППшка сломалась. Ну давай пулемет там или снайпер. Не, 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 я в чин. Мы вторая. Все нормально. Ну, это ази ruim. Ну я собственного голоса не слышал. И тебя почти не слышал. Капец. Не, все нормально, нормально. Ждем следующую валу. Есть, есть. Ты нужен? Правда. Да. Ооо, я попал по этой. Уухухухуху. это было я пока так я слуха короче подкидываю у меня если что стрел взрывных типа 5 коробок одна коробка 75 штук короче я могу всю ночь стрелять выстрелил с папахи там на захотел ой-ой-ой-ой-ой еще взорвется нормально слушай не больно я поставил 300 процентов урона а еще один еще один срочно дима лишь давай у тебя нет 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 капец для одну решетку разбойчиво один минус наша смотри чё блин я я пытаюсь я пытаюсь здесь поставить нет труп мешает еще один а так здесь вот настолько все я опять ему попал по этой часы этот бахнет нет я его взорву до капец 4 демолишера подряд и все четыре были взорваны нашими кривыми ручками тут еще и мой косяк визуально не было видно что остальные блоки сильно пострадали я ведь мог их починить но я думал что они в порядке вообще я уже последние орды 3 ничего с обороной не делал не ставил колья и не восстанавливал ничего кроме электрозабора теперь с нереальными лагами пытаюсь как-то исправить ситуацию блин там дима лишь а он умер дед то сюда одну закинула еще один здесь они проход что ли нашли какой-то она залезла свои залезай через люк сверху над люком ну да нам надо решетку здесь я с пулемета маленький подолблю их отойди назад отойди чуть назад спасибо да блин он ее разрушал я помогу откинь видишь они пролезают да 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 нужно откинуть откидывай гранатами да 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 здесь рядом 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 два-ка отстреливая массу гранатами скину да сейчас перезаряжаюсь здесь 13 так я щас мякаде вроде вот нормально давай откидываю давай я просто патроны у меня закончились распаковывал его вычариваю чищаю давай ставить пытаться ее нету труб мешай шару трубу труп попадет тогда смогу поставить димали шары г.д. еще один да блин вроде успели вообще димали шаром нельзя давать взрываться иначе это кранты труп пропал нет проверяй да блин отойди 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 давай такой блок поставим у меня внутри вроде убил как он сломали сейчас я поставлю как раз один стальной сделался щас 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 я как раз отойдет отойдет отойди отойди отойдет один так откидываешь с этой стороны я еще настройки самый низкий применить они опять уже тут нормально решетка есть все окей они наверно там вход сломали налево да они они лестнику сломали они там тупят ой теперь точно сломали долблю димали шара давай три димали шара сразу пытаюсь не успел они ломают еще один все это просто не кратер на стойке там кратер я вижу вон еще димали шар надо его ромать на панике забыл как дышать сам делаю стальные блоки максу скинул бетон чтоб тот поставил на крафт бетонный надо хоть как-то восстанавливать проход для зомби иначе они разрушат все вокруг прям щас снизу говорил про это вот везде ой вообще отлично замечательно супер скин они все они прям умерли все зомбаки они прям не вывозят ну не знаю у меня внизу в люке тут вообще вон какая-то толпень невозможная а помогает они кстати генератор походу разрушили они под под домом до прокопались полностью слав где поставим блок я не могу не прыгать не бегать у меня вообще нет они залезают там я видел они просто здесь хотят нужно здесь закрыть проход сейчас я его закрою все я закрыл все они больше здесь не будут идти у меня кончились гранаты нормально у меня я говорю у меня хватит на всю ночь я почти полторы тысячи на пулемет потратил потом у тебя еще дроби о господи это фугас был да исполнил свою мечту в процессе обороны стойкость прокачал до семерки до начала обороны стойкость у меня не была прокачана уже не знаю на что тратить навыки качаю стойкость ради болевого порога и охотника можно будет и фермера на максимум вкачать чтобы выращивать супер кукурузу она закроет потребность в костях я уже стреляю куда-то там все слушай мы отбились походу внизу он бегает ну да это уже сто процентов остатки я не знаю но можно посмотреть у меня я пять соток убил ты где-то пять соток где-то тысяча зомби было около того ой я случайно спрыгнул да нормально в принципе уже ой слушай как производительность включилась как приятно кэпэсики вернулись а вот где они все да это просто со злобы ты уже по трупам дал я так понимаю да может быть кто-то был живой ты посмотри че просто уровень кратера когда играл мне казалось что мы выжили на грани видимо из-за последствий обороны и общей хаотичности происходящего хотя на записи выглядело все очень легко и просто хпшка почти всегда была на фуле до нас так и не добрались ну а оборона хоть и пострадала у нас был план б в виде второго крыла обороны план в виде соседнего дома план г в виде транспорта и паркура и план д в виде нашего дома хотя обороняться в доме лучше не стоит потеря всех ресурсов сродни потери жизни и собственно всего прохождения а ты и ты не лутай кстати не лутай у меня же лутать или алисиды нет я ничего не лутаю а у меня просто какие-то фоновые звуки знаешь эхо лутания я думал ты там тоже лутать пошел нет нет я прям делаю парочку фундучков тебе да нет одного хватит у нас 25% лута одного хватит с 25% лута вообще не интересно кстати вроде в комментах писал кто-то что исправили эту фишку что теперь нормально 25% возьми где я стою шестой что-то там бензопила шестая я пойду этот вырублю генератор я говорит я пойду вырублю генератор да 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 иди сюда а че тут шумит ты слышишь этот звук я не знаю не спрашивай меня я не знаю а здесь где стояли турели они шумят подойди иди складывай сюда вот сундуки так грустно смотреть на то что все это разрушено как это восстанавливать это вообще забей ну слушай шестой ключ трещотка это не топчик конечно но шестая бензопила это топчик ну патронов патронов нормально ну с 25% лутом полное говно откровенно да да ну прикинь если это на 4 умножить и было бы больше нормальных вещей редкого лута гораздо больше да у меня есть садись на этот байк нет садись на мой садись на мой красоте а все поехали блин сядь нормально ну а как встань и сядь нормально как а ну во все все а то ты прямо ты прямо почти в т позе изначально был но потом нормально а два нуба два нуба между прочим сто дней проживут 99 покажется и вообще то ты и вообще то ты умер и вообще то нет но не будем вдаваться в детали я не умер видишь это секретные биотехнологии ну че то мы недолго уезжали в закат братан есть проблемка че такое жарко а кстати меня вообще не дамажит слушай у меня как было 220 хп так и осталось ну типа я настолько крутой я призрачный гонщик садись ко мне я могу сказать тебе по этому поводу ну-ка вот погоди погоди садись на таран а блин он бетонный ну конечно я взял я думал я думал он из каркасов я хотел на таран его взять что за шоу каскадеров началось горящие наездники на мотоцикле как надо прыгать можно о-о а-о 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 а Somewhere Я припарковался Красиво, да? Ужас какой Ну вот и все, что Прощай, 20-ая альфа Встречай меня 21-ая, нас ждет новый челлендж Я думаю, что-нибудь мы придумаем Такое Как мы это пережили Просто потерять все в начале В самом Всю оборону, все, что мы устраивали И все равно вытащили Ну потому, что они начали тупить Начали грызть остатки обороны И теперь ее восстанавливать просто очень дорого И долго Да, проще уже новую построить, тут я согласен Все, было хорошо Прощай, 21-ая альфа Увидимся в 20-ой 22-ой увидимся Я все перепутал Прощай, 20-ая альфа Увидимся в 21-ой в новых челленджах Да Пока Спасибо за то, что были с нами Смотрели этот поистине долгий И непростой для нас челлендж Оглядываясь назад Я не понимаю, как мы умирали И почему так много было неудачных попыток Сейчас этот мир кажется даже слишком простым Эта гора явно покорена А дальше нас ждут Другие приключения Ближайшие челленджи будут без Максима Но если вы заскучаете Всегда можете посмотреть наши совместные побегушки На стримах на канале Макса Или же в нарезках с этих стримов На моем втором канале Как говорится Подписывайтесь, чтобы не пропустить Делитесь, чтобы поддержать И ставьте, чтобы не потерять С вами был Слава До скорых встреч Надо музыку подставить Как это Волон Это очень обидно В смысле? Я хотел тебя убить Я тебя сначала из группы выкинул Все равно урон не проходит Я выкинул там Из союзников Я только стреляю И ты пропадаешь Ты еще Собака Упустил Упустил свой шанс Да Ну и фиг с тобой Да Не, я, кстати Это вообще Я не видел Что ты собираешься сделать Я просто вышел В какой-то момент У меня был план И я его придерживался И он Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому